Ситуация довольно сложная, вы понимаете. Вот исторические исследования, перейти к обсуждению вопросов весьма прикладных. Причём у вас такая тут академическая атмосфера. А я методист, я педагог. И когда я увидела программу «Будживьём» с перечнем тех проблем, которые предполагалось обсуждать на конференции, у меня возник вопрос, а зачем я вообще решила участвовать в этой конференции. Но когда я побывала на пленарном заседании, я нашла для себя ответ. Позвольте я поделюсь им, и возможно нам легче будет установить диалог. Тем более по теме, которая для многих очень далека. Но, во-первых, я представляю Кыргызстан. Хотя я уже год живу в Москве, я пенсионерка, и у меня такое свободное время. Но Кыргызстан меня не оставил, и они предложили мне осенью руководить авторскими коллективами по написанию учебников русского языка. А почему меня? Серёж, можно следующий слайд? Ну, во-первых, я хочу сказать, немножко вверх поднимите, там есть карта Кыргызстана. Слайд первым. Он поднимается, да? Дело в том, что вот был такой период, когда произошёл отток русского населения, хотя русские и украинцы живут там исторически. Это вторая половина XIX века, но потом ещё был приток, это в сталинский период. И когда начался распад и перестройка, то произошёл отток русского населения. Но на севере всё равно остаётся, проживают русские, украинцы, поляки. Кыргызстан достаточно многонациональная страна. И поэтому я подумала, что если там они живут, то, наверное, имеет мне смысл принять участие в создании этих учебников. А если мы говорим о славянах как социуме определённом, то, наверное, имеет место поговорить её об учебниках. Второй момент, который очень важен, почему стоит поговорить сегодня здесь и сейчас об учебниках. Михаил Ефимович говорил о том, что если мы говорим о славянах, то мы обязательно должны понимать, насколько важен акцент на сегмент культуры и образования. А учебник как раз представляет этот сегмент. И я себе сказала, о, хорошо, я на месте. Но и последний вопрос, естественно, он у вас возникнет. Ну, что тут славяне, зачем нам сейчас с вами говорить об учебнике русского языка для киргизской школы? Ну, боже мой, ну зачем? Я хочу сказать, дело не только о том, о чём говорила Митрофанова, о распространении русского языка и культуры, но совсем в другом, поскольку я изнутри ощущаю проблему, произошёл отток, но всё-таки часть русского населения там осталась. И для многих русских, украинцев Кыргызстан – это родина, и люди там живут. И поэтому для нас актуален диалог, для нас актуальна межкультурная толерантность. Люди там остались, хотя я по семейным обстоятельствам вынуждена уехать. Вот почему, мне кажется, в контексте даже столь академической конференции стоит поговорить об учебнике. Почему мы подняли этот вопрос, и, собственно, Кыргызстан, Министерство образования подняло этот вопрос. Ну, изменение статуса русского языка до недавнего времени – это был государственный язык наряду с кыргызским языком. В какое-то время изменился статус – это официальный язык, это ниже. Кроме того, наметилась такая серьёзная тенденция сокращения часов на изучение русского языка, и не только русского языка, но и литературы. В кыргызской школе исчез курс русской литературы, появилась мировая литература. Безусловно, в мировой литературе русская литература – это составная часть, но, тем не менее, нет русской литературы, есть мировая литература. Ну и самое главное, что сегодняшние учебники не отвечают тем вызовам, которые существуют сегодня в целом в сообществе по Кыргызстану. Тем не менее, русский язык в Кыргызстане остался официальным языком, а это значит, что это язык межнационального общения, это язык общения сообщества, в котором около 80 национальностей. И мы там часто обращаемся, и особенно в официальных случаях, в ситуациях говорят на русском языке, и очень остро мы ощущаем, как нам нужен диалог культуры, и русский язык остается тем инструментом, который выстраивает этот диалог культуры. Вы знаете, ну казалось бы, огромнейший опыт написания учебников русского языка, как неродного, но тем не менее мы стоим перед проблемой. Изменилась ситуация, во многом изменилась, и отношение к русским изменилось, мы ощущаем это изнутри. Вот, но что-то же должно измениться в самом учебнике, чтобы не обострять взаимоотношения, а работать на то, чтобы этот диалог продолжался. Он начался, но он очень зыбкий. Поэтому мы рассматриваем учебник как инструмент взаимодействия. Вот, ну учебник и учебник, ну что тут такого? Вот если на учебник посмотреть, как инструмент взаимодействия, кого? Ученика и учителя, ученика и ученика, ученика и информации, то вот такой взгляд на учебник, он немножечко меняет подход к отбору материала и подаче материала для детей. И еще один момент очень важный. Дело в том, что всем известный исследователь Бахтин когда-то писал, что единственной адекватной формой словесного выражения подлинной человеческой жизни является незавершимый диалог. Жизнь по природе своей идеологична. Жить значит участвовать в диалоге, вопрошать, внимать, ответствовать, соглашаться. Я с хорошим настроением читаю это высказывание, потому что Мария Александровна как раз говорила о том, что с диалогом у нас не все хорошо, и я думаю, вот хорошо, а мы учим диалогу. Вот, и поэтому мы решили, безусловно, будем опираться на те традиции, которые есть в создании учебников русского языка, как неродного. Но диалогичность мы выдвигаем на первое место. И это та самая характеристика, которая нам позволит реализовать коммуникативный подход при личностно-ориентированном обучении. Эти термины, возможно, для вас немножко вновь. Но это то, что сегодня говорят документы, официальные стандарты и так далее. Таким образом, диалогичность как характеристика, она как раз позволяет сделать всех участников образовательного процесса достаточно активными и вывести их на обмен мнениями, на обмен информацией. Вот я не буду подробно останавливаться, вероятно, это разговор для другой конференции. Но тут все в порядке у нас, я имею в виду, в лингводидактике, потому что у нас есть принципы, мы ими руководствуемся, все нормально. И как бы все хорошо, и учебники есть. Но я бы хотела сделать акцент на двух последних принципах. Принцип аутентичности учебных материалов и принцип новизны. Это довольно сложно. Долгое время в учебниках, может быть, вы вспомните свои учебники, там очень часто в учебниках русского языка идут отдельные предложения из литературных произведений. А вот учебник, как мир родной, он строится на текстах. И была такая тенденция создавать специально учебные тексты. Ну, быстренько садился методист и рисовал тексты, которые могли здесь и сейчас продемонстрировать функцию какой-то языковой формы и довести. Так сейчас ставится проблема, чтобы эти тексты были аутентичны, то есть это были настоящие тексты, вот, и чтобы они были интересны ученикам. И тогда только состоится диалог. Пожалуйста, Сереж, дальше. Ну, вот вроде все нормально, хорошо, принципы есть, все, мы работаем. А как же придать диалогичность учебнику? И вот здесь мы поставили себя на позицию ученика. Ученик открывает учебник. Перед ним встали пять вопросов. Мы их сформулировали. Первое. Что я буду делать на уроке? Зачем я это буду делать? Как я это буду делать? С кем я буду взаимодействовать? Собственно, каких результатов я достигну? Когда вы для себя сформулировали эти вопросы, нам как-то стало более понятно, как же все-таки вложить диалогичность в учебник. Я хочу сказать, что проблема какая? Ну, кто сегодня там рвется на педагогическую деятельность? Недостаток учителей ощущается, особенно учителей русского языка это ощущается. Поэтому мы придаем большое значение учебнику, чтобы даже неопытный педагог, даже педагог, плохо владеющий русским языком, он смог вывести учеников, которые действительно хотят изучать русский язык на достаточно высокий уровень. За счет чего? Безусловно, это зрительный ряд. Это мы должны пересмотреть, каким образом мы будем подавать теорию о языке и речевой материал, и каким образом мы будем давать инструкции. Вот, следующий слайд. Ну, прежде всего, диалог в наших учебниках начинается с того, что мы четко говорим детям, это даже может и учитель не озвучивать, зачем он пришел на урок сегодня, что он будет делать. Узнаете, научите, будете рассказывать. Я хочу обратить внимание на это. Будете рассказывать, будете говорить, будете интервьюировать, будете описывать. То есть мы всегда указываем конечную речевую задачу, к которой ребенок придет в конце урока. Дальше идет рубрикация, что я буду делать, зачем я это буду делать. Мы работаем над словом. Мы тоже работаем не так, как обычно. Мы не просто даем новые слова, а мы даем лексико-грамматические группы слов, где есть известное и новое. И все это по той теме, о которой будет вестись, речевой теме, о которой будет вестись речь на уроке. И поэтому ребенку, как бы, ему приятно, что о нем думают. Ему дают то, что потом он будет использовать на уроке, решать те проблемы исследовательские и речевые, с которыми он столкнется. Дальше идет работа над грамматикой. Как я буду это делать? То есть, как я буду готовиться к тому, что мне надо описать или рассказать? И с кем я буду взаимодействовать? У нас в учебниках есть такие мини-исследования, когда не учитель сообщает информацию, а когда ученик делает мини-исследование, приходит к выводу, как функционирует русский язык и именно по той теме, по той речевой задаче, с которой он столкнется. И выходит от анализа, выходит к синтезу и постепенно подходит к тем результатам, которые они демонстрируют. Вперед, идем. Вот, есть самоконтроль на уроке, тогда ученик видит, каких результатов он достиг. Пожалуйста, следующее. Вот, и еще, что нам позволяет достигнуть диалогичность, мы изменили форму установок, которые содержатся в учебнике. Вы, наверное, помните вот это вот. Прочитайте, подчеркните, выделите и так далее. У нас практически таких установок нет. Мы всегда задаем, как и диалог, любой диалог, он строится на основе вопроса. Мы всегда задаем ученикам вопрос и дальше через вопрос они уходят на исследование. Сереж, вот страничку учебника, я так, у меня минутка еще есть, я покажу. Я покажу страничку учебника «Живем не могу», потому что мы, этот учебник, он в издательстве, это начало линейки. Вот, видите, там, ну я специально тему выбрала, вот такой прогулки зимой, узнаете, научитесь, научитесь. Дальше идут новые слова и чуть-чуть выше, Сереж. Вот как раз лексикограмматические группы. Видите, не просто заповедник, не просто кормушка, а новый заповедник, новая кормушка, новое гнездо, новые заповедники, кормушки. То есть дети начинают понимать, что делать с этим словом, и что значит кормушка, что значит заповедник. Видите, они там стоят. Мы не вводим значение рода, они просто практически усваивают. Безусловно, дается задание на то, чтобы дети усвоили слова. И вот я хотела сказать, это те самые мини-исследования, когда не учитель транслирует какую-то новую информацию, а дети сами ее анализируют, там четко прописан алгоритм. И чуть-чуть выше, Сереж, вот появляется правило инструкция. Итак, речь не идет о родительном падеже, который обозначает принадлежность, а совсем иное. Чтобы назвать лицо или предмет, который кому-то принадлежит, нужно задать вопрос, чей-чей-чей-чей-чей, и поставить имя существительное в родительном падеже. То есть ученики понимают, зачем им нужен родительный падеж, и что с ним делать. Ну и дальше они выполняют определенные, вот, как ответить на вопросы. Видите, есть вопросы, а они должны, это по поводу инструкции. Видите, везде, вот, мы не говорим, восстановите диалог, а мы говорим, как ответить на вопросы. Вот. А какое правило создать, а какие слова вставить. И вот таким образом дети работают. Ну и еще интересная вещь, зрительный ряд очень важен. Это начало истории. А принец истории в начале учебника. Потому что там есть, вот видите, шапка упала, и мы спрашиваем, чем закончилась эта история. И дети возвращаются. Нет, Сереж, к началу урока, вот она чем закончилась. Она закончилась тем, что собачка вернула шапку девочке. Вот такая история. И последний, Сереж, слайд. И я просто... Да. Вот очень важно. Я рада, что и вчера, и сегодня звучит тема диалога. Судя по вашим улыбкам, у меня тоже диалог состоялся. Вот. И я еще раз убеждаюсь, что очень важно обучать общению через общение, через диалог. И что учебник — это инструмент гарант атмосферы общения на уроке. И именно учебник формирует межкультурную коммуникацию. И именно поэтому задорожная, которая на пенсии, продолжает сотрудничать с Кыргызстаном. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Вопросов? Маленькие вопросы для каких классов? Спасибо, наш профессиональный вопрошатель. Речь идет о линейке, поэтому мы начинаем вот этот учебник для пятого класса Кыргызстанской школы по русскому языку. А мы планируем создать с пятого по одиннадцатый класс учебники. Вот, в таком духе. У меня к вам вопрос. Спасибо. Очень интересное выступление. И самое главное, вы полезное делаете. Я вам очень ждала это. У меня вопрос такой. Вот по приложению, да, то, что люди будут знать русский язык. Средства массовой информации и социальные сети на каком языке общаются? Спасибо за вопрос. Безусловно, скажем, средства массовой информации двуязычные. То есть есть газеты, журналы на русском языке, есть на киргизском. Причем по качеству, по насыщенности, по разнообразию приоритет держит информация на русском языке. В основном народ, скажем, в соцсетях, в интернете работает на русском языке, потому что Кыргызстан не имеет ресурса. Там отдельная история. Просто киргизский язык был застой, он не может выполнять функцию, которую в любом сообществе выполняет язык. Это ее прозначенность. Да, да. Ну вот, то, что касается телевидения, есть каналы исключительно на киргизском языке, есть каналы миксовые на русском, на киргизском языке. То есть это не только 25-я кнопка, да? Нет. Спасибо. 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 Спасибо.